доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро сегодня мы с вами сделаем расклад на президента украины владимира зеленского сегодня мы посмотрим его сигнификатор что было с ним раньше до того как он стал президентом украины что с ним происходит сейчас и что будет происходить в дальнейшем будет ли перемирие между украины и россии и что будет после того как закончится война также существует несколько мифов про зеленского и мы сегодня их либо развеем либо это действительно окажется правдой нам сегодня помогут карты райдер уэйт это классическая колода который замечательно разбирается вопросах психологического характера человека и также хочу перед началом расклада поблагодарить вас всех всех кто подписан на меня все кто смотрит мой канал это здорово нас уже четыре тысячи человек а несмотря на то что канал очень молодой мы всего два месяца вас уже набралось целая куча это здорово подписывайтесь дальше на мой канал ставьте лайк жмите на колокольчик для того чтобы всегда быть в курсе новых видео новых обзоров и новых раскладов хочу напомнить что я также провожу личные консультации и делаю расклады таро и обучаю картами таро вы всегда можете ко мне обратиться нажав по ссылке под видео и вы попадете в мой телеграм-канал и так владимир зеленский сигнификатор зеленского хочу сначала попросить укат чтобы они показали нам сигнификатор этого человека как покажите нам пожалуйста сигнификатор президента украины скажите нам пожалуйста сигнификатор владимир зеленского президента украины сигнификатор это его настроение его эмоциональный фон как у себя сейчас сам ощущает сам себя чувствует что сейчас происходит на данный момент его жизни сигнификатор владимир зеленского президента украины девятка мечей очень тяжело очень плохо боль обида печаль негодование девятка мечей 2 это всегда не переход к новой жизни почему потому что десятка вторую всегда ассоциируется с переходом новую жизнь если допустим выпала десятка мечей это да человек потерпел какое-то поражение человек потерпел боль какую-то негодование какие-то до его окружают его окружает печаль депрессия но из десятки легко перейти в новую жизнь десятка это всегда окончание окончание более окончание какой-то печали до какого-то негодование стресса но девятка это всегда наши страхи это мы всегда так боимся мы просыпаемся ночью да мы видим с вами девушку или юношу на кровати просыпается просто весь в слезах в холодном поту потому что ему приснился какой-то кошмар по девятке мы всегда чего-то опасаемся мы всегда ждем подвоха мы всегда ждем мечей в спину да мы всегда ждем каких-то предателей рядом либо мы предчувствуем какую-то беду то есть он сейчас ждет и предчувствует какой-то беды как будто бы ему садят нож в спину он не может перейти в десятку так как он очень боится сейчас это боязнь да сейчас это за себя за свою страну и за то что вообще происходит на данный момент на данный момент времени это страхи это его сигнификатор сейчас что было дальше чтобы раньше зеленским карты покажите нам пожалуйста что было раньше с владимиром зеленским до того как он вступил на должность президента украина что было раньше владимиром зеленским до того как он стал президентом украины ему пришлось много работать он стал как-то потерян для людей да то есть возможно произошло то чего он не ожидал он стал тем человеком о котором начали забывать то есть он был юмористом и он понял для себя то что эта работа сейчас на данный момент времени слишком тяжелая тяжелая почему потому что о нем стали забывать а он этого очень не хотел он хотел какого-то триумфа он хотел какой-то победы он хотел быть у всех на виду возможно поэтому он пошел в политике я не могу сейчас говорить об этом да это будет другой вопрос мы его сегодня статьи почему именно зеленского выбрали президентом но ему было непросто потому что его начали забывать он стал неким отшельником а хотел он триумфа хотел на победы хотел он быть у всех на виду хотел чтобы о нем говорили человек просто хотел чтобы о нем говорили это не говорит то что человек какой-то плохой да какой-то такой мы порой не все да некоторые тоже хотят быть на виду ведут какие-то социальные сети инстаграм каналы тик ток да все люди по-своему хотят быть на виду вот он точно так же этого хотел он понял что тяжеловато сейчас не то что зарабатывать деньги как юморист да то что юмористов сейчас очень много и вы стали забывать ему приходится поднатужиться под напрячься опять девятка опять девятка жезлов видите опять какие-то страхи какие-то сомнения в самом себе были какие-то сомнения какая-то неуверенность была в самом себе возможно по девятке жезлов это неуверенность она даже идет откуда-то из детства да то есть это какое-то такое детское отроческая да какая-то обида затаившиеся на кого-то из взрослых что ты не сможешь что ты не сумеешь нам и вот эта обида она как-то осталась он прошел до определенного до определенного центра своей жизни, когда он стал знаменитым. И потом, когда о нем начали забывать, он стал очень сильно беспокоиться на этот счет, потому как хотел быть у всех на виду, хотел какой-то вот такой вот славы, победы и так далее. Это было в прошлом, до того, как он стал президентом, еще тогда, когда он был юмористом, выступал в аншлаге, я так понимаю, да. Но его беспокоили вот эти вот, вот этого чувства, когда о тебе забывают, когда ты становишься отшельником. Отшельник, как затерянный человек, да. Что было в прошлом? Что есть сейчас? Что сейчас происходит с Владимиром Зеленским? Настоящая Владимира Зеленского, президента Украины. Настоящая Владимира Зеленского, президента Украины. Что сейчас происходит с Владимиром Зеленским, с президентом Украины. Что сейчас с ним происходит? Перемешала карты опять девятка. Вы понимаете, вот не просто так, это боль, это печаль, это страхи, обиды, слезы, да. Снова она выходит, но ничего с этим не поделаешь. Человек находится в глубокой депрессии. Я хорошо перемешала карты при вас, да. Ну вот опять девятка. Девятка жезла. Человеку невероятно трудно идти к поставленной цели. Невероятно. Опять вот это детство, такое ощущение, что здесь вот что-то еще с детством связанное, оно как будто постоянно перед ним всплывает. Такое ощущение, что им даже порой кошмары снятся о каких-то нелегких взаимоотношениях. Да, вот в детстве я не знаю, с кем у него были нелегкие взаимоотношения. Вы напишите в комментариях, если вы знаете об этом, да. Но тут две девятки. Не переход в новую жизнь. То есть не десятка, а девятка. Когда мы все чего-то боимся, чего-то опасаемся и ждем какой-то маны небесной, да, который упадет нам, но она все не падает. Это что есть сейчас? Ну, я не знаю, какую-то я перемешала. Давайте вот так вот возьмем. Какую карту, откуда не вытащить тут вот все, ну, понимаете? Все говорит о том, что невероятно больно, тяжело. Я сейчас объясню все карты. Про девятку, про две девятки я вам уже сказала, да. Про отшельника я вам тоже сказала. Человек чувствует себя затерявшимся во времени, потерянным, абсолютно ненужным, ничтожным, если это можно так выразиться, да. Но это что он о себе думает, да. Я не говорю про него в таком ключе. Он чувствует себя дураком. То, что ему все придется начинать снова, с нуля, с новой жизни. Как быть, да. Как же быть? Дурак в сочетании с такими картами, с нехорошими картами, да. Это потерянный человек, который понимает, что ему нужно будет все начинать с нуля. Да, и он запутался, перед ним стоит какой-то выбор, но выбор, ну то есть выбор таится в нем в самом, да. То есть в его голове он запутался, в своей собственной голове. Двойка мечей – это всегда ты запутался в своей собственной голове. Тебе тяжело разобраться в самом себе. Что ты хочешь? Какие надежды, да, у тебя какие планы вообще на будущее? Он запутался, он не знает. Его будущее для него сейчас очень туманно. У него обнуление сейчас. У него обнуление, и ему безумно тяжко, тяжело и страшно. Ощущение потерянности, абсолютной безысходности. Он запутался в своей собственной голове и не знает, каким будет его будущее. Его будущее для него туманно. Оно непонятно. Он думает сейчас, что вообще будет, буду ли я вообще на этом свете, да. То есть вот какие-то такие страшные мысли. Даже жалко человеку, честно говоря, потому что, ну, правда, мысли тяжелые очень. И все карты выходят тяжелые. Что будет дальше? Будущее президента Украины Владимира Зеленского. Будущее президента Украины Владимира Зеленского. Будущее президента Украины Владимира Зеленского. Дайте, возьмем 2023 год до конца 2023 года. Будущее Владимира Зеленского. ухты видите как она но тут будет какой-то такой яркое пятнышко и потом снова все пойдет по я сейчас скажу вам карты солнца и карты сила да будет какая-то победа победа какая-то победа его ожидает до конца 2023 года завершение какого-то цикла ему будет свободно ему будет хорошо он с помощью своей силы с помощью своего народа с помощью своей внутренней силы какой-то да с помощью солнца у него в душе он преодолеет какой-то тяжелый путь и наконец и видит в десятку да он потерпит кучу каких-то поражений за спиной будут мечи до воткнута в спину но ему будет уже легче но потом это все 2023 год и концу года случится еще что-то он должен будет выбирать между чем-то и чем-то тут императрица у нас выходит как страна тут что-то разобьет ему сердце то что произойдет в стране что произойдет в стране но на украине я не веду да что какую-то победу она держит но здесь сказано о победе возможно над самим собой понимаете он перестанет бояться здесь победа над самим собой здесь он выйдет в десятку это победа над самим собой но вот тяжело ему будет и будет у него разбитое сердце все-таки в конце года из-за того что что-то произойдет на его родной земле на его императрица на на украине да все таки ему придется выбирать между чем-то и чем-то что произойдет на украине в конце года говорится просто о том что почему а первые карты вышли хорошие потому что он будет думать о том что наконец наступит мир что наконец будет какой-то договор в его пользу но однако договор будет двойным дном и он узнает об этом чуть позже сначала он будет безумно рад тому что будет заключен договор однако договор будет двойным дном ему придется выбирать между чем-то это разобьет ему сердце и мира не наступит в этом году на украине и поэтому будет глубокая печаль вот вот так вот это будущее будущее заключается в том что будет подписание какого-то договора мирного но они его не подпишут в итоге потому что зеленский узнает о каких-то вот вы знаете когда кредит берете мелкими буквами внизу написано что вы берете под сто процентов я не знаю там годовых его точно также будет какой-то договор предложен ему который он так обратно и в котором вложит все свои силы подумать но вот она наконец-то свершилось но ему в итоге для подписания этого договора придется выбирать но выбор он сделать не сможет это разобьет его сердце потому как на украине снова продолжится боевые действия боевые действия боевые действия не закончится в этом году здесь печаль именно из-за этого это будущее ближайшие на 2023 год но он как был президентом так и будет оставаться как были военные действия продолжаться так они будут продолжаться интересный вопрос почему на зеленский был избран президентом скажите пожалуйста почему именно владимир зеленский был избран президентом украины почему именно владимир селецкий стал президентом украины знаете как интересно народный любимец с чрезвычайно мягким характером может быть чуть-чуть даже женским понимаете тут либо женский характер либо он под знаком зодиака девы я кстати не знаю какого знака зодиака не смотрела даже не интересовалась просто здесь женский мягкий характер такой то ли вот мама воспитала дату ли что-то вот с мамой был как-то более близок я не знаю про его жизнь честно говоря от слова совсем вот правда я вот просто решила сделать расклад потому что мне действительно интересно вообще судьба человека судьба украины что будет у нас что будет у них да просто интересно здесь человек с чрезвычайно мягким характером который даже не думал что он ввязывается и вот этого человека который даже не думала что он ввязывается его избрали как народного любимца как человека с мягким характером как человека вообще из толпы до из народа его взяли и его взяли изначально для того чтобы он проиграл в каком-то бою в каком вы сами понимаете и собственно говоря вот для этого его взяли завязаны по рукам и ногам и завязанными глазами который совершенно не предполагал что происходит вообще что на самом деле мира о котором он мечтает мира и спокойствия его не будет понимаете вот по этим картам мира и спокойствия на украине как он предполагал когда пришел в президенты его не будет он со своим мягким женственным характером но характер у него мягкий действительно то есть вот показывает как королеву кубков либо водный знак зодиака либо дева либо вот просто он близок матери был но что-то вот такой и он такой теплый из народа понимаете человек кстати не знал происходить не было интересно был какой-то договор между россией и между украиной что начнется война и что он тоже знал об этом на самом деле нет вот это сейчас интересно очень узнать мне самой потому что я первый раз сделал расклад на зеленского здесь он не знал что будет происходить что мира не будет что мира спокойствия и девятки пентаклей процветания народа его не будет его взяли для того чтобы он проиграл того чтобы он потерпел поражение тоже очень так необычно интересно вот узнать сейчас вот для чего он был избран на то что его было легче всего сломить как думали да но тем не менее человек не ломается до сих пор не сломился но однако у него конечно депрессия апатии человек же не может быть вечным да тоже ну вот как то вот так мне даже самой как то интересно было это узнать почему именно зеленский вот его взяли как такую легкую мишень понимаете потому что уже знали заранее что будет происходить на украине естественно все все прекрасно заранее знали только человек был на вкус и человека взяли из народа который вообще не знал что будет происходить как человека его жаль я вам скажу честно я сама из россия меня нет отношений никакого предвзятого украине ни в коем случае я считаю всех братьями и сестрами и даже пусть о нас говорят плохо сейчас до санкции все тут ерунда как который сейчас есть я люблю просто людей которые есть на этом свете не неважно кто по национальности отношения россии украины дальше отношения россии украины дальше дальше я имею ввиду после войны отношения россии украины дальше после военных действий да свершится страшный суд и по делам его воздастся до каждому на самом деле хочу вам сказать что через некоторое время опять не показывает два года здесь по пентакли мы уже по двойке пентакли это два года но опять никого мне в каждом раскладе показывает два года что проигравших не будет как таковых это очень интересно но с поля боя да да будет какая-то проигравшая сторона однако будет заключен мир союз какой-то какой-то союз который будет даже иметь какое-то определенное название как вот знаете в истории россии есть заключение каких-то союзов каких-то договоров которые вот до сих пор имеют название да там я говорю про заключение каких-то союзов крупных которые происходили в российской федерации не знаю как было на украине но он будет иметь какое-то название в истории он будет такой очень звучный какой-то это будет мир мир между двумя сторонами и как многие говорят украины не останется вообще ее там с лица земли там жириновский говорят то что украины не будет я не вижу то что нет такой страны как украина или же что свершится страшный суд по всем делам его и каждый получит по заслугам каждый не только россии не только украины но и все остальные страны которые во всем этом безобразии участвовали но случится мир между несколькими странами между проигравшими не проигравшими тут не важно тут каждый преподнесет друг другу кубок любви да так скажем примирение но случится это опять-таки через два года не в этом году но в конце следующего там начале 2025 как я понимаю до отношения как я вижу будут налажены как раз таки с этим мирным договором который будет иметь некое звучное название какое-то простите за тавтологию были тут несколько мифов которые я хотела развеять или наоборот да их оправдать миф номер один зеленский это агент америки или мирового правительства или самостоятельный политик как мы уже выяснили это самостоятельный политик который мы уже выяснили этом вопросе почему именно известного выбрала выбрали который на самом деле не знал про эту войну предстоящую он просто хотел какого-то вот в какой-то славы так скажем да вот как как такой мальчик такой который вообще не ни в коем случае не хотел какой-то войны он просто хотел какой-то славы какой-то вот новый славы не в качестве юмориста вот в качестве президента да это его и сгубила в кавычках да ну слава богу он жив-здоров сейчас на если двойники у зеленского миф номер два если двойники у зеленского скажите мне пожалуйста если двойники владимира зеленского президента украины да нет он сам совсем справляется честно говоря нет ни у двойников он сам король он сам паш он сам вершит какой-то суд он сам идет победе меня нет предвзятого никакого отношения сразу скажу те кто смотрит меня и говорят вы точно из россии почему вы поддерживаете тех кто на украине ну что я должна дорогие мои идти в бой вступать с украинцами как-то вот странно вот я не знаю даже как комментировать как комментировать те слова которые мне пишется под видео вы точно из россии ну почему я должна выступать за кровь за войну за то что убивают мирных жителей детей почему нет нет у него двойников он сам он сам он очень устал миф номер три думает ли зеленский только о себе не украинском народе а только о себе сейчас только о себе в каком ключе то есть но это тоже самое относится к тому же что может быть он заключил какой-то договор да с кем-то там думает ли на самом деле зеленский об украинском народе да снова вышли эти карты это он же самый вышел почему король жезлов и паш жезлов тот же самый зеленский потому что он порой ведет себя как сильный и мужественный до правитель как сильный и мужественный президент и порой ему страшно как и всем нам он превращается маленького мальчика но он и так и так является президентом без двойников и он за свою страну глубоко печалится от того что сейчас происходит по пятерке кубков он глубоко печалится но не знает что еще не все потеряно 2 2 наполненных кубка стоят сзади него да и скоро наступит вот этот мирный договор на как скоро два года до 2 года принять я говорю два года вытаскиваю двойку пентак два года так ну не в празе ленского который выполняет роль фигуры которая стравила россию украину я не буду даже ничего говорить об этом на потому что это неправда мы уже выяснили человек вообще ничего не знал когда пришел к власти так все секундочку не могу прочитать этот вопрос опять-таки до война на украине это чей-то договор конечно это чей-то договор да война не бывает просто так между тем кем вопрос да еще раз повторю война на украине это договор какой-то страны с другой страной да о чем-то они договорились да это договор договор страны о которой сейчас все забыли который находится в нулевом аркане которые восстанавливается после какого-то крупного поражения тут вот страна я так понимаю с россией до россии же как по бою сейчас украины и тут страна которая потерпела какое-то глубокое поражение начинает все с нуля они все уже давно забыли об этой стране она тихо мира на себе существует эта страна и вот с этой страной договор я не знаю что это за страна такая если вы знаете напишите в комментариях страна о которой все давно забыли который восстанавливается буквально из пепла для чего это все нужно но видимо какие-то свои вот эти до меркантильные интересы это были все мифы да в основном и пропустили те мифы где зеленский якобы знал про войну если что он ничего не знал пишите пожалуйста в комментариях под видео о ком бы вы хотели посмотреть новые видео на моем канале что вам понравилось что вам не понравилось пишите пожалуйста я читаю все комментарии и я вас очень люблю до новых встреч всего доброго до новых встреч